Помочь с ремонтом пенсионерам и малообеспеченным семьям готовы активисты из Екатеринбурга. Всю работу волонтеры выполняют бесплатно. Акция организована движением «Дорогами добра». В ней участвуют более 30 добровольцев. Арман Марьяненко посетил тех, кому уже повезло с ремонтом. Нам помогли вот это все отремонтировать, сделать. Вы посмотрите, какая красота. Посмотрите, какой встроенный шкаф они сделали. То, что на стенах детской вдруг запляшут лошади, Галина Константиновна точно не ждала. Еще пару месяцев назад в комнате, кроме как на 40-летний комод, и взглянуть-то было не на что. О ремонте и речи не шло. Пенсия не позволяла такую роскошь. 11-4, вы поймите, что трое правнуков, их кормить надо. Правнучки-пенсионерки, которых она воспитывает в одиночку, на седьмом небе от счастья, а точнее на двухэтажной кровати. Все это купили, покрасили и вымыли волонтеры добровольческого движения «Дорогами добра». Ремонтировать планировали только детскую комнату, но в итоге взялись и за кухню, и за санузел. Ремонт вышел на десятки тысяч. Вот здесь была дыра, трубы были в безобразном состоянии, частично даже трубы поменяли, раковину сейчас здесь сняли, чтобы положить плитку на пол. То есть поняли, что тут нужен везде капитальный ремонт, потому что с детьми пользоваться санузлом в таком состоянии было невозможно. Другая квартира, другая беда. 17-летний сын Ольги Елсуковой, Максут, инвалид детства. Каждый прием душа превращается в целую проблему, говорит его родительница. Мыться невозможно, плиточки здесь нету. А у ребенка, значит, у нас ДЦП, тремор. То есть непроизвольные змеевидные движения вот такие вот. И естественно, он в воду брызжет во все стороны. Именно поэтому семейство уже не раз топило соседей. Волонтеры выслушивают, обещают выручить. Например, убрать порог, чтобы коляску закатывать и поручни в ванне сделать для Максуда. Шанс получить такой бесплатный ремонт от души сегодня имеют только одинокие родители, воспитывающие детей инвалидов и беспомощные пенсионеры. Этот проект придумали недавно, а от нуждающихся уже отбоя нет. Правда, силы у общественников не безграничны. Сегодня порядка 30 волонтеров заняты ремонтами. Другие работают по материальной части. С мира по нитке, что называется. То есть у кого-то есть стройматериалы, на балконе там лежали, хранились какие-то обои, которые остались от своего ремонта или кафель. У кого-то есть деньги на шпателе, у кого-то есть свободное время, кто-то может помочь исключительно деньгами. Свой проект «Ремонт от души» общественники намерены продвигать, что называется, в массы. Им бы только людей побольше, ведь сейчас ремонт одной квартиры при всех благих побуждениях растягивается на месяцы. Роман Марианенко, Юрий Чернышев, информационная программа «День Екатеринбург». «День Екатеринбург» «День Екатеринбург» «День Екатеринбург»